Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление, говорим о том, как инвестировать в эти непростые времена, а также каким образом сохранить и приумножить активный доход в это непростое время. В последнее время как раз-таки очень много роликов посвящено теме активного дохода, делюсь определенными лайфхаками, как можно посмотреть на то, что ты делаешь с позиции той, как это приводит к итоговому финансовому результату. При этом очень много в роликах идет речи про людей, работающих по найму. Сегодня хотелось бы помочь бизнесменам, предпринимателям, людям, которые по каким-то причинам выбрали не работать по найму. Я очень уважаю вас, друзья, сам, потому что нахожусь в сфере предпринимательской деятельности, и поэтому здесь хочется поделиться и собственным опытом, и опытом теоретическим, который применил на практике. У меня лично это сработало. Я думаю, что если вы примените данные подходы, вы можете стать просто одним из лидеров своей отрасли, своего рынка, своего направления, в котором вы работаете. И в этом случае вопрос все-таки про мыслик, как мыслить. И суть в том, как порвать конкурентов. То есть какой придерживаться стратегии, которая позволяет захватить значительную долю рынка. Я сейчас не рассматриваю направление, я говорю сейчас об основных моментах, то есть об основных концепциях бизнес-модели, каким образом выстраиваются. И есть такое понятие «звездные компании». То есть компании, которые становятся звездными, которые становятся лидерами своей отрасли по каким-то удивительным причинам. И то есть что за концепт они непосредственно вкладывают в эту историю. Первое. Компания становится звездной, оперируя двумя параметрами – ценой и ценностью. За любой товар на рынке, то есть если мы говорим о свободном рынке, о свободных границах, есть производители, поставщики товаров. Так как идет конкуренция, ну то есть покупатель же может купить у любого поставщика, у любого товара производителя, он смотрит на цену. И в этой конкурентной борьбе рынок определяет взвешенную цену. Поэтому есть цена и есть потребительская ценность. Так вот, звездными компаниями становятся, когда они оперируют вот этими двумя критериями – ценой и ценностью. Первый уровень звездности компании – это те компании, которые удается при снижении цены товара, который он продает, в пять раз оставить 80% потребительской ценности для покупателя. Ну, примерами таких компаний могут являться Макдональдс, Икеа. То есть любая бизнес-модель дискаунтера сводится именно к такого рода деятельности. Что такое дискаунтер? То есть многие, ну не многие, я допустим иногда смотрю на Потапенко Дмитрия, то есть что и как он говорит. Он говорит, что продуктовый магазин дискаунтеров в России нет. Если вы считаете магнит дискаунтером или фикс прайс дискаунтером, это не дискаунтер. Дискаунтер – это вот как в Европе, да, это бетонные полы, это там вообще никакого сервиса, это все делаешь сам, это практически отсутствие какой-то выкладки товара, это все накидано. Дешевое предельное помещение с низкими коммунальными издержками, с низким количеством людей, которые расставляют товар, да, с очень четко отлаженной логистикой. Что позволяет в итоге снизить цену для конечного потребителя, когда клиент приходит, который приходит за продуктами. И в этом случае первая философия – это неких таких дискаунтеров. Когда вы можете позволить снизить цену на свой товар в 5 раз, оставив 80% потребительской ценности. Если основная потребительская ценность – прибытие с точки А в точку Б, это основная ценность. А дополнительная ценность – с комфортом, с бизнес-залом, с хорошей едой, с багажом, который ты непосредственно с собой привезешь, да, то есть это дополнительная ценность. Но ключевая ценность – с точки А в точку Б. Победа, соответственно, в этом случае говорит, да, ребят, выбор мест платный, багаж платный, с собой не больше 5 килограммов в ручной кладе можно проносить, еще по объему она должна не соответствовать. Но если вам лететь, 1000 рублей, 1500 рублей, мы вас можем достаточно далеко за эти деньги запросить. И это первая философия. Посмотрите, можете ли вы быть такой компанией. Если вы продаете, вы можете быть не для всей продуктовой линейки, а для какой-то отдельной продуктовой линейки, линейки локомотива. Потому что, опять-таки, есть такая категория, градация клиентов, да, есть клиенты-халявщики, есть клиенты-профессиональные покупатели, есть клиенты-покупатели золотых унитазов, но это отдельная история. Кстати, если интересно, оставьте комментарий, запишем по этому поводу отдельное видео. Итак, первая философия, да, это компания-дискаунтер. Когда вы снижаете цену в 5 раз, вы можете себе позволить, но тогда согласитесь, поймите, какую ключевую ценность прокупает клиент в этой вашей ситуации. Вторая философия заключается в том, и в России, кстати, это в меньшей степени, представлены компании звездные, становится, когда они говорят, ребят, есть 100% цены и 100% ценности. Мы продаем наш товар за 150% цены, но при этом мы даем 300% ценности. В России практически не присутствуют компании, которые продают товар дороже, предоставляя больше ценности. Хотя то, о чем идет, в каком направлении идет весь мир, мир кооперации, объединение, когда мы вместе создаем больше, чем по отдельности. То есть можно создавать отдельные холдинги, можно создавать отдельные сообщества, можно создавать отдельные клубы. То есть когда получается и за это брать больше денег. Как вам идея объединения первых принципов дискаунтеров, но сделать с такими дискаунтерами клубную систему. То есть они и так продают на 50% больше, а ценность будет заключаться в том, что человек может в одном месте купить со значительным дисконтом. Это то, над чем стоит подумать. Соответственно, примером может служить, например, компания Apple. То есть когда она говорит, ребят, да, наш телефон стоит на 50% дороже, чем стоят конкуренты. Но по своим потребительским качествам, если телефоны, у которых круче камера есть, если телефоны, у которых клювающая батарейка есть, если телефоны, у которых лучше железо, тоже есть. Но дело в том, что мы вам продаем не только телефон, мы вам продаем экосистему. То есть в совокупности потребительских качеств и еще сверху есть определенная экосистема, которая заключается в том, что у вас все интегрировано, Интегрировано, что у вас есть и телевидение, у вас есть рабочие компьютеры, у вас есть домашние компьютеры, у вас есть планшеты. Вы тут же можете получить весь список книг, аудиоподкастов, видео, которые в высоком качестве, в высоком разрешении. Мы даем комплекс услуг. То есть все, в принципе, лакшери-сегменты, они строятся за счет вот этой вот философии. То есть скажите, можем ли мы продавать дороже? И вот эта вот история, которая позволяет в текущих очень непростой ситуации, когда у людей падает покупательская активность, и думать не столько над вопросом, хотя это тоже немаловажно, чтобы снизить цену, оставив ключевую ценность. Но на самом деле хорошим решением может быть продавать дороже, но очень хорошо задуматься над тем, какую дополнительную ценность можно предоставить клиенту. В чем она заключается? Опросов компании, опрос клиентов, что они непосредственно хотят. В нормальные стабильные времена следование данным концепциям звездности компании позволяют стать лидером. В непростые времена, в которые мы с вами сейчас живем, если вы более подробно изучите данную концепцию, обратите внимание на свой собственный бизнес и сможете одну из них применить на практике, позволит как минимум удержаться на плаву. Потому что при прочих равных условиях, о чем сейчас люди думают, о чем думают бизнесы? Сокращение издержек, поиск новых логистических путей, пусть они об этом думают. И вы в этом случае, если организуете определенную бизнес-модель, где вы можете снизить издержки, где какую ключевую ценность итоговую клиенту вы можете удовлетворить и стать непосредственно звездной лидирующей компанией. Если кому-то пригодится данная история, позволит сохранить собственный бизнес, занять лидирующие позиции. Потому что опять-таки в кризисе нужно понимать, что не все подписаны на канал MaxCapital. Если вы не подписаны и являетесь предпринимателем, обязательно подписывайтесь. Здесь много полезного уже сказано и еще будет сказано. Возможности, которые открываются сейчас, это уход части конкуренции. Если наряду с тем, что вы сохраняете свое состояние на плаву, еще трансформируете бизнес в том направлении, о котором я говорю, то это реально позволит занять лидирующие позиции. Мой бизнес, мой проект, проект миллион долларов за 8 долларов в день, как раз-таки позволяет сейчас говорить о том, что мы постепенно, по прошествии 4 лет, занимаем лидирующие позиции на рынке управления капиталом, который минимизирует личные затраты, который пошел дальше, который за 1% цены оставляет клиентам 50% потребительской ценности. То есть еще раз для вашего понимания, о чем идет речь, о том, что я снизив стоимость своих собственных услуг в 100 раз, за 1% цены оставляю клиентам, которым требуются финансовые советники, финансовые консультанты, 50% потребительской ценности. И это честно, это заранее определено, об этом я рассказываю в бесплатном мастер-классе, как удалось этого добиться. Если вам интересно принять участие в данном мастер-классе, посмотреть, как это работает лично у меня, ссылочка под данным видео, проходите, смотрите. Я для вас и для ваших детей готов создать капитал в 1 миллион долларов, всего лишь за 2,5 тысячи долларов. Сегодня у меня на этом все, на связи был Максим Петров, до свидания, удачи, пока-пока. Продолжение следует...